всем привет это я вячеслав тихонский видео блогер снимаю как выживать в варшаве работать в варшаве подписывайтесь на мой youtube канал ставьте лайк пишите комментарии сейчас я снимаю то видео где я хочу рассказать о том что я сказал про предыдущем видео где я говорил про курьера вы не переживайте я не лох и не лезу какие-то темные дела и не собираюсь там какие-то странные дела делать не нормальная фирма очень хорошая предложила работу курьера я так назвал почему так назвал но я еще пока не могу объяснить каким будет моей функции задачи может носить документы но устно формате мы пока говорили как курьер чтобы не думали что там забрался или что-то еще просто реально есть работает выполнение функцию задач будет ясно как начальство приедет для меня наверно будет начать что это не просто там привет а дела как типа ну команда начальство но есть команда людей и начальство к чему я хочу сказать а потому что я не лезу какие-то темные дела я всю жизнь всегда избегал но продолжение того что чем будем заниматься я обязательно даже спрошу их что разрешить мне снимать почему потому что это моя страховка безопасности моей вы знаете а блогер это еще не только просто так это безопасность информационно того что даже ты путешествуешь даже ты не путешествуешь просто защита ну чтоб вы знали к тебе люди подтягиваются подписывается всякое такое но есть защита людей ты ничего плохого главное в жизни не делаете и я не лезут тоже может я как-то водно объяснил но я бы сказал бы одно я подошел магазин взять все этот пачку сигарет потому что мне реально кончили сигарет хорошо у меня еще копейки остались задачи с барбар шопа к чему я хочу сказать что я ником случае не полезу никакие темные дела а вот если что я постараюсь даже привлечь само то что происходило со мной просто я ходил где-то полтора суток в шоковом состоянии того что блин ну да мне дали и я такой функция задач какая-то вроде понял но чтобы не накосячить у меня что-то аж что-то мне плохо стало как будто нож знаете с левой стороны нож всунули извиняюсь у меня я просто это вырежу нет сейчас собрался что-то или поджелудочный или не знаю под ребром с левой стороны как будто нож впихнули хорошо чтобы насчет задачи того что ну я постараюсь просто снять именно с ними не думали бы что я какую-то фигню булажу типа кашу от стройки кашу от дворника я же говорю я приехал работать достигать уровня того что в работе и выполнить свою мечту моя мечта это ноутбук камера нормальный телефон и по факту поеду юру ну если все хорошо сложится чё бы и нет ну и последнее того что просто в киеве хотя бы арендовать три месяца а потом дальше двигать жилье чтобы по европе дальше ездить у меня я так понимаю что не вот может вы подскажете может нельзя после этого ездить три месяца я так читал или полгода или три месяца не могу понять вот эту всю систему но еще пытаюсь разобраться и кстати я с ребятами с этой фирмой я хочу переговорить как мне быть как все это действовать контракт не контракт что мы сделаем как поступим что чтобы это было нормально и безопасно и легально как-то ну чтоб не угонуть не ошибок не проблем себе не наделать они расскажут больше всего ну просто мы вот так вот поверхность в топ-топ-топ прошлись а я до просто хватаюсь но за то что мне дают шанс и все и кстати эта фирма не украинская но просто украинцы держат ребята и они просто здесь ее открыли ну законную фирму вот так я поверхностно говорю пусть сегодня они приедут мы но они я созванивался они сказали что приедут или сегодня или уже завтра я с ними переговорил нормально и постараюсь заснять хоть одним из них нужно наверное согласиться что я должен выполнять ну хоть как курьер я просто выразился не прям все я пошел курьером может не курьером ну может информационная пошел посмотрим будет интересно и я надеюсь ошибок не допущу поехали дальше ну друзья я еще хотел такое поделиться то что я заметил в варшаве например как ни странно большинство то ли они студенты то ли не студенты большинство просто с этого с индии работают убери работают курьерами но работа находят я так приглянулся я думаю блин клево же все-таки это это я и понимаю почему не пашет хорошо зарабатывает ну возле макдональдса они крутятся вот просто они просто прям возле макдональдс я так понимаю что умер наверное а как большинство я вижу губер да у нас в киеве например умер не это не подписан контракт с макдональдсом насколько я знаю только голову а здесь наоборот по ходу все все подписанные контракты с этим фу суперам ну я просто обалдел когда увидел что они трутся с индии ну трутся просто заказы ловят через телефон смартфон я так понимаю вот эти заказы бывают фу что-то у меня такое сонное состояние кстати кроме этого хотел поделиться вот не знаю как у вас бывает такое вот вы или весна это влияет или что просто очень сильно сонное состояние кого-то хочется взять и лечь спать просто спать но я сегодня еще немножко отходил полтора суток волновался потому что работа все такое надо было разобраться ну и сейчас дождусь сегодня или уже завтра встречусь и поговорю насчет работы ну поговорю все нюансы которые вы даже вы спросили в комментариях особенно который мне всегда поддерживает и пишет я видел просто просто кто пишет я большинство всегда вопросы я отвечаю вот просто мне нравится отвечать это как влоги и ответить на вопросы и как как я рулю не ну в принципе мне нравится вы знаете хоть я немножко язык уже начинаю как-то соображать но это очень интересно еще бы вообще досконально язык бы выучить можно вы понимаете познакомиться хоть с девушкой как-то может они не такие вот я вот не могу понять просто какие девушки характер у нас вот в украине почему-то все девушки мне кажется но не все но большинство они думают какая у тебя кредитная история покажи мне кредитную историю на типа того что у тебя есть деньги нет денег а если нету значит и пустое место ну может я загибаю палку но как-то позитивно просто смотрит узнать как другой стране отношения мужчине но я думаю досконально постараюсь когда-нибудь доучить язык так предполагаю может не с месяц это понадобится я сначала адаптацию получил а потом это все остальное фу как-то так что поехали дальше я вышел прогуляюсь посмотрю что в окружности есть как-то понять окружность тоже надо ребята вы не поверите я сейчас ну свой профессиональный опыт связан с телевидением со съемками кажется я на ты бал машины где связано с телевидением не просто название теле продюсион тв что-то написано я не понял мп на урок кастинг орт кастинг что интересно попасть вообще они наверное снимают кино и это тоже слушайте может я и правда скажу вот так вот если у меня будет время вот еще машина интересно а где они снимают именно может ресторане я не знаю обычно снимают в ресторанах как раз вот этот ресторан напротив него что-то никого нет вот хотелось бы попасть ну узнать что это снимается может реклама а может снимается как вам сериал какой-то интересно сейчас поищем а ребята не удалось сейчас что скажу ну спросил у водителя которую в автобусе руководить там помогает водитель короче не знаю как это объяснить в итоге не удалось может вот может вы знаете кто то знает вообще связано с кино я бы с удовольствием сходил даже на массовку просто посмотреть как работает здесь с кинофильмами просто со стороны ну не знаю продюсерский центр какой-то может знаете я не знаю я вот честно признаюсь я хотел найти ну я так не нашел я хотел попасть почему потому что мне нравится это моя тема и найти вы это было бы круто ну как сказать очень презентабельно в плане того что ты поймешь как другие работают я вот с кино не работал под другими странами да ну с телевидением а опыт в этом хотелось бы подучиться даже хоть на массовке это хоть немножко заглянуть процесс работы да он может одинаковые но некоторые моменты по творчески сказать они отличаются но было бы интересно ну ладно поем мы короче наверно посту я так прошелся я не люблю долго ходить ну для вас может это не долго для меня было долго очень долго класс еще и кино встретим короче поехали дальше романтику сейчас включусь друзья спасибо всем что посмотрели мое видео и я сейчас нахожусь хостеле и просто подчеркнул как по-человечески наверно смущаюсь ну пишите комментарии подписывайтесь кто кто зашел ко мне досмотрел до конца мое видео каждый день я выпускаю стараюсь видео рассказывать про себя рекомендуйте друзей друзьям может что-то интересно вы узнаете обо мне и мое переживание здесь в Польше в Варшаве и какие-то мои достижения я очень благодарен кто подписался и продолжаю буду расти стараться ну смотрите каждый день в 12 я стараюсь бывает иногда у меня исключение что может что-то сорваться там не получится в 12 но всегда в 12 дня я выпускаю видео я публикую об этом что публикую видео свои в 12 это в инстаграме фейсбуке вконтакте бывает нимсос я везде публикую рассказываю что я есть Вячеслав Тихонский я видео блогер который выживает и старается но вы больше даете мне мотивацию не сломаться и спасибо вам и подписывайтесь пишите комментарии ставьте колокольчик ставьте лайк что-то интересно все равно ставьте лайк не интересно ну поставьте лайк я буду больше и больше стараться и благодарен всем кто меня поддерживает все всем спасибо пока